Вскоре на этой земле будет расти сеньор помидор. В сентябре в новую теплицу высадят рассаду, а уже в начале ноября можно собирать урожай. Такие темпы обеспечивает технология светокультура. Ее уже успешно применяют в самарских теплицах. Благодаря постоянному свету фотосинтез происходит круглосуточно, что позволяет растениям расти в три раза быстрее. К примеру, вот этому салату всего пять дней, а уже через 25 он становится вот таким и готов идти на продажу. Всего в теплице за месяц выращивают 68 тысяч корней такого салата. Совсем недавно здесь собрали первый урожай огурцов, выращенных по технологии светокультура. Сейчас на подходе второй. Пасмурные погоды и короткий световой день этим огурцам не помеха для роста. Сейчас уже собрали порядка 30 тонн. Это новый сорт, так называемый мело. Будет он расти у нас где-то до мая. И в мае опять все вырежем, вычистим у нас защитники и посадим новый короткоподный сорт, который таким образом оборот будет практически в этих теплицах 10,5 месяцев в году. Постоянно будет урожай. А когда здесь не будет, будет урожай в других теплицах. То есть поставляется постоянно. Общая площадь теплиц 15 гектаров. Из них 6 гектаров реконструируют, превращая в современные комплексы. Они полностью автоматизированы. Параметры температуры, влажности в теплице и регулировки полива задаются в программе на компьютере. Применяется технология подкормки растений углекислым газом. Все это позволяет увеличить урожайность в 2-3 раза. В планах построить еще 6 гектаров теплиц света культуры. Эти 6 гектаров, они, так скажем, дорогого стоят по объему продукции, которая поставляется в магазины. И если мы в итоге последующие 6 гектаров сделаем, то мы очень серьезно обеспечим своих людей собственным продуктом. Не овощем единым жив человек. В будущем в теплицах по совету губернатора планируют выращивать цветы. Марина Матвеевична, Алексей Золотенков. События.